В театре юного зрителя премьера. Софокул Эдип Тиран. Новый спектакль – результат работы интернациональной команды. Автор пьесы – немецкий драматург Хайндер Мюллер, режиссер-постановщик Матиас Ланхоф, Франция, художник по костюмам Катрин Ланкль, Швейцария, музыкальное оформление саратовского композитора Игоря Гладаева. В спектакле заняты артисты нашего тюза. Осуществление проекта стало возможным благодаря поддержке посольства Франции в России. Мы знаем, что хороший театр в России не только в Москве и в Петербурге делается, а тоже в городах, как в Саратове. Это очень интересный театр. И мы тоже знаем, что театр – это очень любимый вид искусства в России. И так это очень естественно для нас, когда есть предложение, сотрудничество с театром, очень известное, как «Тюз» в Саратове – это предложение принимать. Пьеса «Софокл. Эдип Тиран», поставленная Матисом Ланхофом на саратовской сцене, основана на переложении древнегреческого мифа в трагедии «Софокла. Царь Эдип» по тексту немецкого поэта-романтика Фридриха Геольдерлина. Во время репетиции режиссер обращался к актерам на немецком, однако взаимопонимание присутствовало. Как говорит Матис Ланхоф, контакт возник не столько на рациональном уровне, что говорить. Важно было то, как люди общаются друг с другом. Главную роль в спектакле сыграл молодой артист «Тюза» Руслан Девлядшин. Хоть мы и работали достаточно небольшой промежуток времени, около двух месяцев, неполные два месяца, но такой насыщенный был режим работы, что у меня в сознании такое впечатление ясное осталось, как будто мы работали полгода или больше. Ну и спасибо, конечно, всей творческой группе, друзьям, тем людям, которые помогали и которые верили в меня. И помогали мне в этой работе. И Матису, конечно же, спасибо большое, что он, несмотря на трудности некоторые, все-таки вел до конца и верил в меня. Трудно себе представить, каких усилий стоило руководству «Тюза» заполучить одного из крупнейших театральных режиссеров мира. На его счету более сотни спектаклей, идущих на престижных площадках Европы. Работой с «Саратовской труппой» режиссер остался доволен. У меня создало впечатление, что «Саратовский тюз» — театр, где и зрители, и актеры могут оставаться детьми. «Эдип» — не очень радостная пьеса. Даже для нас самих нелегко понять, что там в действительности происходит. То, что древние греки знали о человеке, для нас остается загадкой. Дети, наверное, поймут с большей легкостью, и мы, быть может, вместе с ними поймем нашу собственную жизнь через эту древнюю историю. «Образ «Саратов» — загадку стихица человека!» Не успели утихнуть споры по поводу нового спектакля, а в тюзе уж следующие события — трехдневный марафон, творческая лаборатория под названием «Четвертая высота». За пять лет существования этот эксперимент стал визитной карточкой театра. Седьмой по счету он был посвящен творчеству Шекспира. Фестивальная программа состояла из эскизных постановок по шекспировской драматургии, созданных режиссерами России, Германии, Франции. Мы работаем вместе, и нам важно, что все эти международные проекты являются продолжением года Франции в России. В результате получилось яркое событие культурной жизни, затронувшее все сферы искусства, получилось живое общение между Францией и Россией. В рамках фестиваля состоялись показы шести премьерных шекспировских спектаклей. Непременные условия — только современная интерпретация произведений великого английского драматурга. После каждого показа проходили обсуждения, увиденного только что. В разговорах принимали участие ведущие театральные критики России, будущие театроведы, студенты, гости фестиваля и, конечно, зрители. Следует отметить, что после каждой лаборатории некоторые спектакли пополняют репертуарную афишу саратовского ТЮЗа. Лаборатория всегда хороша. И вот что еще я хочу сказать по поводу именно этой лаборатории здесь, в Саратове, я вот с большим интересом вижу, как молодежь ходит и как залы набиваются. Именно саратовское ощущение от этой лаборатории, что эти лаборатории кому-то нужны, интересны, это потрясающе, это замечательно для города и для театра. Завершила череду ярких событий творческой жизни ТЮЗа поездка в Ярославль на традиционный фестиваль имени Федора Волкова. В программе 17-го международного театрального форума 13 театров России, Польши, Латвии, Литвы, Южной Осетии представили лучшие свои работы. Наш театр показал ярославской публике спектакль, поставленный по пьесе Мольера «Мнимый больной». В торжественной обстановке были вручены премии правительства России за заслуги в развитии театрального искусства трём театрам. Это Омский драматический, Златоустовский театр «Амнибус» и, конечно же, Саратовский ЦУЗ имени Киселёва. Что ж, рады, поздравляем, ведь премия имени Волкова – высшая театральная награда страны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.